Если можно, куда-нибудь сюда, в Галь, в принципе уже много, если можно, все-таки для нас, для нашей страны, в первую очередь, отметиться чемпионат мира, на такие хотелось бы обратить внимание моменты, то есть подготовки стадионов, лифт, стадионов, что в первую очередь хочется проверить? Ну, здесь действительно проект Кубка Конфедерации, это некий такой тестовый турнир, безусловно, ключевое значение в целях подготовки чемпионат мира, местно-сёбка необходимо обратить внимание, это вопросы транспорта, коммуникации, работы всех служб, пограничной, таможенной, авиационного узла, мест размещения, Поэтому, конечно, и, собственно, этот турнир для этого и проводится, он, естественно, имеет и спортивное значение для нас, потому что мы участвуем чемпионами континентов, и это, конечно, повышает статус турнира, по сути дела, турнир чемпионов, потому что для нас очень важно, как мы сможем сработать, как сработают все службы, организационные, какие функции, на что нужно будет обратить внимание, Ну, конечно, этот турнир очень важно, мы постараемся сделать все, чтобы он прошел на самом высоком уровне, чтобы мы могли проанализировать те проблемы, которые будут возникать, и смогли бы устранить дочь чемпионата мира 20-го ситуаций. Я уже неоднократно говорил, я думаю, что эти разговоры, они уже звучат, ну, не в футбольной среде, практически, на мой взгляд, это закрытая страница, Никаких оснований для пересмотра права проводить чемпионат мира в России и в Катаре нет, если бы они были, они бы давно были предъявлены. На самом деле, я считаю, что за два с половиной года эти разговоры вообще совершенно неуместны, мы прошли некие уже точки невозврата, вот в речном календаре определена структура, и, в общем-то, Кубок конфедерации уже в следующем году, ну, и оснований просто нет. Еще раз, еще раз скажу, Россия в честной конкурентной борьбе получила право провести чемпионат мира. Это не проект России, это проект сегодня мирового футбола, это проект Европы, потому что это европейская страна, Россия проводит чемпионат мира. И мне кажется, эти разговоры должны уйти в сторону, и нам нужно объединить усилия в целях подготовки и успешного проведения этого турнира. Николай Леонидович, у нас есть новая проблема со стадионом Петербурга, есть уверенность, что его Кубок конфедерации закончена? Ну, каких-то новых проблем я не вижу, что возникли, но строительство таких сложных инженерных объектов, как стадион, они всегда сопровождались и будут сопровождаться различными проблемами, в том числе и технического свойства, и в том числе, может быть, и проблемами, связанные с подрядчиками, с ценой. Это крупные проекты, безусловно, они будут возникать, но из этого не надо делать вывод, что здесь какие-то глобальные проблемы. Пока у нас никаких нет оснований говорить о том, что Петербург, ну, в общем-то, не справится со своими обязательствами, абсолютно уверен, что они справятся, и пока, в общем-то, в этих сроках, в которых мы обозначили, все проблемы будут стадионы решены. Я в этом абсолютно уверен. И сегодня с руководством города, с губернатором мы еще раз общались, и еще раз, и еще раз у нас заверили, что все обязательства в город в свои спорты. А Калининград справится? Ну, Калининград, вы знаете, если говорить по-крупному, в Калининграде каких-то глобальных-то проблем мы не испытываем, кроме, может быть, сейчас жесткого графика строительства стадиона, и, может быть, речь идет о возведении еще одной и максимум двух гостиниц. Так все в графике, деконструируется аэропорт, взлетная часть и вокзальный комплекс. Построены два современных перехода, введена дорога между этими переходами. Мы, в принципе, никаких проблем больших не испытываем, кроме некой задержки спроектирования стадиона. Сейчас проект стадиона определен, контракт подписан, аванс оплачен, строитель находится на площадке. В течение этого года он должен войти под график, который нас устраивает. Пока какие-то тоже проблемы по Калининграду, каких-то глобальных мы не испытываем. Как решается вопрос о гражданстве романов на площадке? Процесс отлично? Ну, знаете, здесь все, что с нашей стороны, оно все решено. В каждой стране свое законодательство, и мне не хочется здесь углубляться. В обеленных странах разрешается иметь двойное гражданство, в других странах не разрешается иметь, сложить свое гражданство, получить другое. Сейчас это в этой подскости, как говорится, мяч на ногах у самого футболиста. Еще раз, еще раз скажу, мы рассчитываем на свой потенциал национальной команды, каких-то там планов, связанных с усилением сборной через натурализацию, предоставление гражданства. Мы таких планов глобальных не имеем. Мы смотрим на это очень прагматично. И если какая-то такая возможность будет повысить конкуренцию, усилить команду, это мы будем делать так, каких-то специальных работ мы не ведем. Спасибо. Вы знаете, это позиция нашего главного тренера. Вы знаете, что, наверное, она такая философская и правильная позиция, когда члены сборной, ведущие игроки играют в ведущих клубах. Это, конечно, всегда неплохо, когда игрок не только играет в ведущем клубе, но и в том, который играет еще в международных клубах. Это дополнительная возможность повысить свое, скажем, мастерство, улучшить конкурентность. Поэтому неплохо, когда игроки сборной страны играют именно в лидерах клубах, которые борются за самые высокие места, клубах, которые играют в европейских клубах. Здесь только одно всегда, чтобы у этих игроков была игровая практика. Что если не будет игровой практики, человек не будет выходить на поле, потеряет свои конкуренческие способности, вместо него сборная может признать в другую игру. Вот это самое главное, чтобы игроки, выбирая себе тот или иной клуб, понимали, видели свои силы и возможности, что они, в общем-то, играют. Потому что мне всегда жалко таких игроков, как Рязанцев, Бухаров, которые уже прошли через Зенит. И Бухаров, и Рязанцев были лидерами Рубины. Рубин тогда боролся в самые высокие места. Не буду и других игроков называть. Просто хочется, чтобы игроки не только оттаткались от экономических своих возможностей. Потому что вот Король Юй сейчас говорил, что век футболиста очень короток. И помимо возможностей заработать, игрок должен ставить себе какие-то общечеловеческие цели. Застикнуть какой-то максимум олимпика в своей карьере. Выиграть европейский клубок, побороться со сборной за самые высокие места. Но это, вот он искренне говорил о том, что для него это некие страницы в жизни. Это бывает и раз в жизни сыграть на чемпионате мира, да еще домашних. Конечно, мне кажется, это должно быть такой человеческой такой глобальной цель. Чтобы потом внукам рассказывать не только, что ты заработал, но и что ты еще достиг в этой жизни каких-то профессиональных высот. Что там, Лерочка, выделяется все? Ну, пока мы в повестке этого нет. Мы еще раз, еще раз хочу сказать, что есть много дискуссий, выбросов в различных надуманных, а потом требующих пояснений. Ну, так журналистика работает, чтобы раскрутить какую-то тему. На самом деле, я уже говорил о этой теме, что лимит легионеров, это не является возможностью или стимулом для роста профессионального мастерства футболистов. Это, естественно, один из элементов. И если мы его включили, надо включать другой элемент. А другой элемент, это сегодня создание мощной, серьезной системы производства, скажем так, подготовки наших игроков. Я уже говорил, что в стране 1500 детских спортивных школ, 415 тысяч детей в этой системе. Но почему-то наверх она не дает игроков. И, естественно, наша задача сейчас включить эту систему, сделать все, чтобы сегодня улучшить качество подготовки. Второе. Селекцию, отбор. Посмотреть на лиги более нижние, допустим, первый дивизион, второй дивизион. Может быть, нам по возрасту посмотреть, что мы сегодня могли сделать. Вот эксперимент команды «Спартак-2» и «Зенит-2» показывает, что молодые ребята в этих профессиональных лигах могут играть на хорошем уровне. Вот наша задача все это вместе проанализировать и потом следующий шаг сделать. Поэтому пока у нас нет повестки сделать шаг по ужесточению лимита лигионерам, не сделав другие шаги. Еще раз скажу, ограничение на привлечение игроков иностранных в наш футбол, это не панацея от повышения мастерства игроков. Но с другой стороны, еще раз хочу сказать, и чтобы всем было понятно, ни от этого мы не отступим. Не надо здесь рассказывать о каких-то не сдувшихся мечтах у кого-то или какое-то вмешательство, закрытие конкурентной среды. В данном случае конкуренция не конкурентна, потому что ты всегда в мире найдешь более готового игрока, если у тебя есть деньги. Не надо никому рассказывать здесь. Вы никогда не будете смотреть на свою молодежь, ни при каких обстоятельствах. Маленький лимит, 5 человек, даже этот лимит, дает возможность все-таки все время думать о том, что надо заниматься совершенствами мастерства. И здесь, конечно, баланс. В каком кресле ты сидишь? Сидишь в кресле тренера клуба или президента клуба, или тренер национальной сборной. Здесь в этом плане мы будем последовательны, но еще раз скажу, шаг один сделан, второго шага по ужесточению. Пока повестки у нас нет, пока мы не наладим другие методы, меры. Еще раз скажу, это система соревнований, это еще раз посмотреть на структуру клубных команд первого, второго дивизиона, это система подготовки, селекции, отбор. Образно говоря, нам нужно клубам предложить некий рынок футболистов, чтобы можно было четко сказать, вот у нас есть игроки. Вот в этом плане. Но с другой стороны, у клубов нет своей собственной академии, и надо на это обращать внимание. Поэтому вот пока так. А потомок зарплату будет? Ну, сложный здесь вопрос. Здесь даже вопрос не в Российском футбольном союзе, а в самих клубах. У них есть некий проект документа, который нужно обсуждать, и здесь надо самим. Конечно бы, по идее, вопрос даже не так стоит по толке зарплат, а в неком объективном вознаграждении за то зрелище, которое сегодня люди делают. Вот этот финансовый проект, который Ульфа ввел, он имеет под собой некую такую перспективную основу. Смысл заключается в том, что должен тратить ровно столько, сколько ты зарабатываешь на футболе. Если на тебя не ходит никто, а тебе платят большие деньги, то это не объективно, это неправильно. И вот в этом плане нам нужно включать вот этот механизм, когда футболисты и клуб должны свой бюджет понимать, откуда он получается. Что или тебе заплатили болельщики, придя посмотреть на твое мастерство, или спонсоры платят за то, что сегодня по телевидению вас показывают их хорошая стоимость рекламного времени вокруг. То есть все должно быть взаимоувязано. И отсюда у Ульфа такое требование, когда доходы бывают, не соответствуют расходам. Когда сметная цена игрока такая, а дохода у клуба нет. Значит, если говорить по-крупному, этот клуб себя хорошо не продает, а ему просто дают деньги. И отсюда финансировались бюджеты, госкомпании и прочее. Вот в этом во всем это есть некое такое финансовое фарплей, над которым я думаю, что мы будем работать. Да, практически мы со всеми соперниками определились, но объявлять сегодня я не буду, потому что всегда требует, то есть, уточним, в ближайшее время практически календарь нам понятен, ясен. И думаю, что в ближайшее время мы все это определим. Ну, пока у нас позиция понятная, она сегодня, как у всех европейских национальных федераций, европейские национальные ассоциации, 54, мы собирались и обсуждали концепцию вообще проведения выборов. У нас есть кандидат от Европы, Джанин Фонтина, и мы продолжаем его поддерживать, и считаем, что это достойный кандидат, и продвигаем его кандидатуру. Ну, еще раз скажу, что хотелось бы, что еще есть месяц, чтобы мы в определенной степени понимали, что нам нужен все-таки единый кандидат, который бы победил таким серьезным большинством. Если это будет 3-5 голосов, и это может возникнуть дальнейшие проблемы. Вот в этом плане хочется, чтобы все-таки от Европы, Азии и Африки был один кандидат. Но пока у нас свой. Значит, есть у Азии свой кандидат. Вот мы исходим из того, что возможны какие-то еще переговоры здесь, единение усилий, и чтобы, конечно, появился тот сильный кандидат, который бы сегодня объединил мировой футбол, взял бы ответственность за футбол на себя, убрал бы вмешательство в футбол со стороны различных правительственных и иных организаций. И все-таки ФИФА бы стала ФИФА, как международная организация, которая бы отвечала, скажем так, полностью не слабо ответственность за футбол, самостоятельно, без вмешательства измены. Вы, наверное, что-то готовитесь сами к футбол федерации, у кого-то успели бы изучить этот подарок, как вам поделать? Ну, настольная книга, не настольная, я даже сказал, на тубочке и у кровати. Ну, это разговорник очень такой, действительно, популярный это вещь. Ну, в целом, я так скажу, что мне достаточно в пулуарах, в разговорах. Я сегодня общаюсь совершенно спокойно с нашими коллегами. Нет проблем, нет. Это серьезные переговоры, конечно, включаются переводчики. Нет каких-то проблем, нет. Я думаю, что тут футбольный слэд, жаргон или там переченобор необходимые слова у меня достаточно для того, чтобы общаться. Виталий Леонидович, есть ли тут какой-то регламент в количестве баз тренировочных? Какие-то тренировки? Какие-то тренировки, все ли они готовы? Есть, конечно. Все регламенты есть, все они готовы. Командам будут представлены эти базы тренировочные. Сегодня 8 баз, они существуют. В основном команды, многие, наверное, скажи, будут жить просто в гостиницах, в городах. В основном Москва, Петербург, они будут в городе, они в основном, да. Каких-то проблем здесь. Здесь немножко он краткосрочный, не такой, как на месяц приехать и жить в стране. То есть это немножко другой турнир. Поэтому в основном города, в городах управления гостей. Отели определены, они выбраны, подписаны предварительные соглашения. Никаких вопросов. Леонидович, оцените готовность к Казани. В конфедерации чемпионат мира. Казань, вы знаете, он особый город, откровенно говоря, Казань сегодня готова к проведению любого турнира. И мы видим, что вот даже в этом году мы проведем там два крупных турнира. Чемпионат Европы по Патринтону, мы проведем турнир президента по тяжелой атлетике. То есть это дзюдо пройдет. То есть это турнир, город, который может принимать любого уровня турнира. Поэтому аэропорт прекрасный, коммуникации, дороги, гостиницы, стадион, он введен, мы там сыграем финал Кубка России. Поэтому в целом каких-то проблем показать. Казань совершенно европейский город, узнаваемый в мире, который не испытывает проблем и заявок для проведения крупных спортивных событий. Ну, сложно сказать, пока я не готов на этот вопрос ответить, потому что это непростой вопрос. Непростой. Есть некая, скажем так, философия или некая политика российского государства, связанная с Киевом, с азартными играми. И чисто через спорт пока я бы не хотел, чтобы спорт стал неким стимулятором изменения некой политики государственной в этом вопросе. Вот пока к пиву отношения как к алкогольному напитку, все действуют на него запрещенные соответствующие вещи. По рекламе, по распространению, пока так. И чтобы его исключить, нужны какие-то аргументы. Мне бы не хотелось министру спорта выйти и сказать, что нам нужно на стадионах пиво. Тем более, если честно, откровенно вам сказать, что каких-то доходов от этого сами клубы, организаторы не получат. Реклама сейчас разрешена, еще раз скажу, мы работаем, нам нужно сегодня, чтобы мы понимали. С другой стороны, мы видим, что в театре разрешено, человек приходит. То есть, мы сегодня и так футбол каким-то делом изолирован. Мы хотим идентификацию личности вместе, мы хотим запретить то, запретить это. Я бы не хотел, чтобы болельщики футбольные как-то выделяли при всех наших проблемах, которые существуют. Я считаю, что это самый такой простой, доступный вид спорта, и болельщики здесь себя эмоционально ведут. И, конечно, мы не должны какие-то более жесткие требования именно к футбольным болельщикам, на мой взгляд. Поэтому я бы хотел в данном случае, конечно, поддержать и защитить. Но в целом, это не значит, что у нас нет проблем, нам нужно работать. У нас очень много проблем. Мы будем работать вместе с клубами, организацией. Спасибо.